Здравствуйте, дети! Сегодняшняя тема нашего урока – часы. Но не просто часы, а часы с кукушкой. Для этого нам понадобится простой карандаш, ластик, мифомастеры коричневый, желтый, два вида голубых, светлые и темные, и два красных. Начнем работать простым карандашом. Для начала наметим корпус наших часов. Это квадрат или прямоугольник. Намечаем его по центру листа. Такой квадратик, легкими линиями. Затем рисуем крышу. Вот такой треугольничек сверху. Сразу делаем толщину. Это будет у нас место под нашу черепицу. Ну, конечно же, это декоративная будет все. Декоративная крыша, декоративная черепица для наших часов. Затем по центру рисуем циферблат. Это там, где находятся цифры. Рисуем, стараемся его сделать кругленьким. Если ей нужны линии, мы потом с вами уберем. И делаем ему толщину. Это ободочек. Затем делаем нижнюю часть. У нас будет такой вот овальчик. Украшаем наши часы. Такая вот подставочка, грубо говоря. И вот здесь снизу делаем такое красивое украшение. Значит, полукруг. С другой стороны полукруг. И потом такую вот скобочку. Перевернутую. С хвостиком по центру наших часов. Такое вот красивое украшение. Дальше. Какая есть особенность у таких часов? Первое. Это гири. Гири это такие грузики. Такие тяжелые. Маленькие. Железячки. Назовем их так. Вот. Которые подвешены на веревочках. Или на цепочках. Они такие вот овальчики. Немножко заквадраченные. Одинакового размера. Они помогают часам выполнять их работу. Ходить. Вот. Их можно украсить. Эти ниточки. Нарисовав здесь большой кружок. Где у нас прикрепляется грузик. С цепочкой. И сами звеньи цепочки. Ну, можем рисовать их вот такие вот красивые круглешочки. Как бусины получатся. И еще есть маятник. Маятник это тоже вспомогательный механизм для часов. Такой вот. Этот уже плоский диск. Большого размера. Железный. Который также прикреплен к нашим часам. Ну, и, конечно же, нам осталась смакушка. Рисуем ее сверху над часами. Раскроем наш домик. Рисуем распахнутые дверцы. Как книжка. И с другой стороны симметрично. Нарисуем еще также толщину наших двериц. Чтобы они не как будто бумажные были, а настоящие. И нарисуем здесь нашу птичку. Для этого жердочку, где она будет сидеть. И сама птица у нас. Полукруг. Внутри маленький полукруг. И голова. Раз. Кружочек. И два. Вот такой вот овальчик. Который будет заходить в наше тело. Кохолок. Раз. Два. Теперь соединяем наши линии. Обводим круг. Потом там, где пересекается с овальчиком. Уже обводим овал. И овал обводим до конца. Опять до круга. Здесь соединяем. Здесь мы рисуем клюек треугольничком. И глазки. Раз. Глаз. Круглюшок. Два. Потом вот этот полукруг маленький у нас с вами превращается в грудку. А большой в тело. Кукушки. Теперь нам осталось только лапки с вами нарисовать. Нарисуем по три пальчика. Раз, два, три. И здесь также раз, два, три. И вот так вот можно маленькие крылышки нарисовать, которые у нее сложены. И нишу, откуда вылезла наша самая кукушка. Ее домик. Отличается, у нее есть маленький домик и большой. Теперь обводим все линии. Так, чтобы, смотрите, чтобы крыша не заходила на дверцы. И теперь, смотрите, вот с вами нарисуем черепицу. Это полукруг. И вот так вот полукруг постоянно, каждый раз. Это как, похоже, с вами мы рисовали рыбку. Ее чешую. Так, вот заострение. И с другой стороны так же. Обводим наш корпус часов. Можем нарисовать, как будто он сделан из досок. Дальше обводим циферблат. Теперь нам осталось обвести украшения и механизмы. Дальше обвести украшения и механизмы. Дальше обвести украшения и механизмы. Стираем все ненужные линии. Дальше обвести украшения и механизмы. Паркки. Дальше обвести украшения. Дальше обвести украшения и механизмы. Дальше обвести украшения и механизмы. Так вот мы с вами ставлю себе ненужные. Сразу наметим цифры. Это идет очень просто. Сверху, в серединке, вымечаем 12, снизу 6, а справа и слева числа 3 и 9, а в промежутках между ними подые палочки рисуем. Вот у нас получаются с вами правильные и ровные часы и дырочку по центру. Потом у нас с вами будут стрелки.